Кто скажет каждый день по сто раз эти слова, того никогда не постигнет бедность. Часто повторяйте выражение «Ла хауля ва ла кувата илля биллахи ла алий и ла азим». Перевод. Нет силы оставить плохое, греховное и обратиться к благому, и нет мощи поклоняться Аллаху, придерживаться благого, кроме как от Аллаха Всевышнего Великого. Асад ибн Уада передает от пророка Али-Иссаляту Вассалям. Кто скажет «Ла хауля ва ла кувата илля биллахи ла алий и ла азим» каждый день по сто раз, того никогда не постигнет бедность. От Абу Хурайра «Да будет доволен им Аллах» также передается, что пророк Али-Иссаляту Вассалям сказал «Тот, кому Аллах дал благо, пусть часто воздает хвалу Аллаху, аль-хамду лиллях. Тот, у кого много грехов, пусть чаще просит прощения, астагуферуллах. А тот, кому Аллах задержал пропитание, пусть чаще произносит «Ла хауля ва ла кувата илля биллах» «Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха». В многочисленных хадисах, переданных от пророка Али-Иссаляту Вассалям, сообщается о достоинствах молитвы «Ла хауля ва ла кувата илля биллах». Врата рая. От Муаза ибн Джаббаля передается, что посланник Аллаха Али-Иссаляту Вассалям сказал ему «Не указать ли тебе на врата рая?» Он спросил «Что это за врата?» Пророк Салли Аллаху Али-Иссалям сказал «Ла хауля ва ла кувата илля биллах» «Нет силы оставить плохое, греховное и обратиться к благому, и нет мощи поклоняться Аллаху, придерживаться благого, кроме как от Всевышнего Аллаха». От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк Али-Иссаляту Вассалям сказал ему «Скажи «Ла хауля ва ла кувата илля биллах» «Поистине это сокровище и сокровищница рая» «Исцеление 99 недугов» От Абу Хураира, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк Али-Иссаляту Вассалям сказал Кто произнесет «Ла хауля ва ла кувата илля билля», тот получит исцеление от девяносто девяти недугов, самым малым из которых является беспокойство и тревога. Сохраняет блага. Также в хадисе, который передается от Укбата ибн Амира, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейу ассалям, говорил, «Если человек, которому Всевышний Аллах дал блага, желает сохранить их, пусть многократно произносит «Ла хауля ва ла кувата илля билля», саженцы рая, Абу Аюб Алянсари, да будет доволен им Аллах, передает, «Когда пророк, саллиллаху алейу ассалям, в ночь перенесения встретился с пророком Ибраимом, мир ему, Он спросил, «Кто с тобой, о Джибриль?» Он ответил, «Это Мухаммад». Тогда Ибраим алейу ассалям сказал, «О Мухаммад, повелевай своей общине, чтобы она больше сеяла дары рая, так как земля рая благословенная, широкая и щедрая». Тогда пророк, саллиллаху алейу ассалям, спросил, «Это что за саженцы рая?» Пророк Ибраим алейу ассалям ответил, «Ла хауля ва ла кувата илля билля».